Имя Виталия Бианки наверняка уже стерлось из памяти большинства современных родителей. А ведь это настоящий кладезь добрых, увлекательных и поучительных рассказов, уверен библиотекаре. Произведения детского писателя стали одними из первых, которые открыли малышам мир книги. Интересный рассказ? А кто его написал? Виталий Бианки. Ты уже знаешь, кто такой Виталий Бианки? Он писатель. Вот рисунок у тебя в руках. Почему ты его нарисовала? Ты сама его придумала или по рассказу? Я его нарисовала по книжке лесной. Это книжка, ее создал Виталий Бианки. А кто такой Виталий Бианки? Это писатель, который писал книги. Программа знакомства дошкольников с книгой действует в филиале уже три года. С этого времени библиотеку регулярно посещает около 60 ребятишек из близлежащих детских садов. И самым интересным наблюдением сотрудников филиала стало то, что уже не родители приводят своих чат за книжками, а наоборот. А это значит, что первое знакомство с библиотекой прошло успешно. Первое – это знакомство с библиотекой, что есть такой домик книжный. Ведь мы все сами, мы начинаем говорить детям, что мы все живем в квартирах. Многоэтажные дома простые, у каждого есть свои квартиры. Да, пожалуйста, посмотрите на наши полочки. Все книжки у нас стоят по алфавиту, по авторам, по названию. Каждая на своем месте, каждая под своей буковкой. Библиотекари здесь – главные помощники мам и пап. Раскрыть в ребенке талант читателя непросто. И тут важно подобрать правильную книгу, а еще рассказать, где ее можно взять. Мне понравилось, что тут много книг. А ты умеешь сама читать? Ну, я учусь помаленьку. А хотелось бы тебе скорее научиться? Да. А скажи, пожалуйста, зачем так важно читать человеку? Чтобы у него был ум и разум. Программа, действующая для дошкольников – это не просто досуг. Малыши 16-го сада в библиотеке всего в третий раз, а воспитатели уже успели заметить, как повзрослели их любознайки. Книга все равно, она же учит добро, она интересна своим содержанием. Ребенок учится вместе с этой книжкой понимать, где зло, где добро, делать какие-то выводы. Потом не поступать, значит, плохо, а делать только хорошо. И в следующий раз он всегда будет думать, как же нужно правильно сделать. И действительно, они, я могу заметить, вот мы были здесь в октябре месяце первый раз, и сейчас они выросли. Они, вот именно глаза их стали очень умненькие, очень такие озорные, интересные, пытливые. Ну, надо посещать библиотеку. Создатели комплексной программы совсем не ставили целью научить дошкольников читать. Да это и не их задача. Главное, считают библиотекари, что дети еще не знают грамоты с книгой на «ты». А это уже неплохое начало читательской карьеры. А это уже неплохое начало читательской карьеры.